Тотвест и рок-н-ролл, да? Наш брат благословенный. Для меня это событие, конференция, вот это я в провидении, вижу уже здесь, потому что я в Самару попал не по человеческому изволению, а по Божьему благоволению, как помните, ты сказал, азумьесим, да? Ну, меня послали сюда, и меня встретил Максим Юрьевич, и я увидел дар, который проявился, и у меня активировалось что-то, ну, я провел запрят, по заданию нашей партии, да, церковной, епархии, ну, меня Алексей Павлович послал сюда, повенчай человека, вот, Божьего, и как-то закрутилось, и я сколько, я всего лишь две, наверное, конференции пропустил, ну, и каждый год я жду эту конференцию, которая, которая у нас проходит здесь, в Самаре, я говорю, уже у нас, ну, одну, ты просто первый, а? Ну, одну, да? Ну, я теперь осознаю, что я, как бы тоже, меня Бог помещает вот в это, много конференций в больших церквях, но вот эта конференция для Самарской, для меня особенно, особенно, я так начал размышлять, и вот именно я от нее всегда жду, я всегда здесь получаю, у нас большая церковь, много богословов, много всего там, где я бываю по причине моей работы, да, я, как бы, на полном служении, но здесь это особенно, да, здесь я получаю вот ту прививку, которая, следующий дар, который проявился, тут братья выходили, я там получал, вот, в прошлый раз брат Игорь, он прям тоже раскрылся такой дар, что я получил такую прививку, такую навигацию, который сейчас вот, то, что происходит в мире, я уже это, уже мог отследить, что здесь происходит, и для меня ничего нового нет, что сейчас в мире происходит, ну, и вот, вот в таком ключе, вам привет, привет, ну, это для меня духовное событие, я уже получил, слава Богу, хочу, вот, быстро, как говорили, отстреляться, и дальше слушать, что думает церковь, вам привет от Волгограда, из Волгограда, ну, кто, кто, понимает, да, он сейчас совершает, слава Богу, подвиги веры, там есть одно дело, очень благочил, очень серьезное, там, они лечат, как бы, добились больших выплат от государства через суд на одного мальчика, который получил доступ к очень дорогим лекарствам, и они с женой своей очень сильно в этом участке, в принципе, они это сделали, и его пастор уехал, и он сейчас, как бы, блюститель престола, и он его замещает, поэтому он передает вам привет, мы с ним видимся раз в год в поезде, в этот раз немножко традиции меняются, в общем, да, и последнее, ну, я слежу иногда за вас, за вами, за церковью обновления, и последнее, то, что я получил, как бы, ей, Господи, вот, в вашу церковь можно перед, вы помните эту пробу, Максим Паркорелов Юрьевич, ей, да, будет тебе, да будет мне по слову твоему, но наша задача, именно сказать ей, Господи, это самое краткое исповедание нашей веры, что мы, Мария, да, сказала, что, да, Господи, я согласен, что бы со мной происходило то, что ни с кем никогда в жизни на планете Земля не происходило, ну, вы помните эту пробу, я помню, потому что ее, в общем, я слежу за вами, я тоже благословляюсь, вот, и сейчас такие события происходят, а мы здесь, да, я понимаю, что ты теперь чуть-чуть осознал, что такое, что такое, ну, ковчег, да, когда на этажном этаже, я на втором этаже, а на первом, вода там прорвала трубу, там любят стрельбу, а в небе солнце поет, ну, светет, и в небе птичка поет, песня христианская, да, Геша Учевестра, да, и сейчас, если бы мы не были здесь, мы сейчас бы были в интернете, мы смотрели в новости, ну, там очень страшные события происходят, да, и Бог, я думаю, наш собрал здесь, чтобы успокоить, вооружить, и чтобы мы после конференции вошли вот с этим откровением, с помазанием, вот с этой свежестью, с этой силой, и мы будем пойдем ободрять наших родных и близких, церковь Божию и всех людей, которые будут у нас встречаться, потому что там действительно разворачиваются очень страшные события, ну, в принципе, в Писании это все есть, да. Начну я проповедовать уже. Матфея, 9 глава, 36 стих. Матфея, 9 глава, 36 стих. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изгнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пасты. Вот такая картина этого мира, да, и Бог смотрит на этот мир, и Он видит трагедию рода человеческого. Люди живут, да, люди дезориентированы, как Библия начинается с того, что все согрешили и лишены славы Божьей. Люди потеряли присутствие Божие, люди потеряли вот этот покров, вот это присутствие Божие, они наги, именно без вот этого Божьего покрова, безысходность, и мы в такое состояние были, да. Кто-то в наркотиках, кто-то там, ну, в долгах без выхода, кто-то пошел на войну, кого-то, ну, мы видим вот это страдание этого мира, и я хочу сказать, что Бог именно видит это и сострадает этому. Исход, исход 3 глава, 7 и 8 стих. Что здесь говорится? Исход 3 глава, 7 и 8 стих. Исход. И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопыли его и от приставников его, и знаю скорби его. Я иду избавить его от руки египтян и ввести его из земли сей в землю хорошую, в расторанную, где течет молоко и мертв, в землю обетованную. Вот. Бог не просто смотрит на страдания этого мира, у Бога есть вот это провидение, да, вот этот Божий план ко спасению народов, каждого человека, и Он идет спасать. Эту проповедь можно назвать коллективный Иисус, я бы вот так назвал, коллективный Иисус. И смотри, Бог хочет спасти человека от ада. Он пришел, Бог стал человеком, да. Во Христе, как человек и душа, как человека, как тело и душа есть человек, да, а Бог и человек есть Христос. Аминь. Бог и человек есть Христос. И смотрите, и человек и Христос получается новое творение. То есть, Бог не просто нас спас, Он заплатил за наш грех. Бог стал человеком, прожил 33 года, например, не сделал ни одного греха. Он заплатил за наш грех. Он спас нас от ада, Он спас нас от проклятия, от болезни, от всего. Спас, но на этом Он не заканчивал. Это не есть план Божий, чтобы просто Тебя спасти. И, к сожалению, вот нам уже Божий человек говорил, что проблема такова, что люди хотят спастись. Иисус Спаситель, да, но это первый шаг. И многие вот живут всю свою христианскую жизнь, чтобы спастись. Вот как бы вот так вот прожить, там вот прорваться, чтобы в последний вагон забежать. Все, я спасся, спаси, сохрани, вот я спасся, а так вот. Но не это план Божий, не это план Божий для человека. Бог что-то приготовил, ну, больше. Во Христе Иисусе, когда мы принимаем спасение, мы начинаем только... Мы не заканчиваем спасение, да, мы начинаем со спасения. И мы получаем Духа Святого, посредством Духа Святого Христос в нас. И закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. И в нашем внутреннем воедении появляются новые процессы, да. Когда мы начинаем познавать Бога во Христе Иисусе. Смотря на Христа, мы можем познавать Бога. И смотря на Христа, пребывая во Христе, мы можем познавать себя. Мы себя можем распаковать. И мы видим одну картину. Иисус жалился над человеком, наркоманы, трагедии, разводы, убийства, пьянства. Народ на царство на царство. Это первая картина. После того, как Иисус умер и воскрес, еще один духовный портрет. Это, может, те же самые люди. И первая картина, двенадцатая глава, первая картина, двенадцатая глава, так, двенадцатая глава, ну, с тринадцатого, наверное, стиха. Ибо все одним духом крестились в одно тело, иудеи, елены, рабы или свободны, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И там выше написано, что каждому даются по мере дара, да, по мере духа, там, одних апостолов, пасторами, венгеристами, пророками, учителями, одни дары вспоможения. То есть это другое состояние тех людей, которые были не имеющих пастора, без навигации, без вообще смысла в жизни. Те же самые люди, ну, через короткое или не короткое время, мы видим, он идет, сначала наркоман, а потом. Это место Божьего, видите, как он вот, прям, все, он там, в любом месте, он там, вот. Именно Бог крестил нас в тело, в смысл шествия Духа Святого, это крестить нас в тело, это появилась система. То есть Петр шел туда, Павел шел туда, эти рыбу ловили, эти там страдали, это потом раз включается такой, ну, как бы, ну, Zoom мы его назовем, да, вы были в конференции Zoom уже проводили, да? Есть один модератор, и там на экране он одного включит, другого, то есть все, каждый, ну, когда нажали кнопку, главное, что я подсоединен. Вот что, вот что план Божий, вот что делает план Божий, чтобы ты не просто спасен, чтобы ты наследовал вот эту землю, чтобы ты был счастлив в Боге. Бог тебе дает дар, вот о чем мы размышляем сейчас, мы видим, как человек и Христос, получается дар для тела Христова. И когда ты двигаешься в этом даре, ты счастлив, видели только что, счастливого человека, да? Может, он раньше пел песню, он был грустный, огорченный душой, дайте ему все теру, да, чтобы он там забыл все свои скорби, А сейчас он исполненный духом, проявляется другой, он поет, а тут раз еще один дар, и каждый свое, да? Катя заходит в самолет, там какого-то человека подрывают, где мой дедушка, я у него порощения не попросил, в истерике, Бог ее подводит, и она ему пропоет, и ладно, потому что она дар проявляется, дар евангелиста, да? И когда ты помазан, вот если ты двигаешься в помазание, Бог тебя, ну, ведет там, и начинаются открываться какие-то события, где твой дар начинает, ну, востребован быть. И вот здесь, когда я приезжаю именно вот сюда, мне тоже, как бы, как-то я по-другому начинаю, ну, наша задача, в чем я хочу мысли поставить, наша задача понимать помазание, которое учит нас. К сожалению, вот, я сейчас к этому приду, мы видим неверующих людей, мы потом видим верующих людей, как система, система навигации, вводимых духом святым, кто-то там репцентр делает, кто-то богословом стал, учитель, пророк, там гостей приняли, попроповедовали, и кто-то деньги пожертвовал, все это работает, это есть уже, Иисус сказал, что я пойду и пошлю вам Духа, и вы сделаете больше, чем я. Иисус, Он был там, ну, не многим людям, но когда пришел Дух Святой, вот это тело ты уготовил, теперь тело по всему лицу земли, Иисус коллективный стал, да, системой, и каждый из нас, часть тела Христова, и если от нас нужно просто иметь, как бы сказать, с головой, ну, на связи быть. Нет, ну, некоторым Бог говорит, ну, рука поднимайся, а она не поднимается, потому что с головой, ну, нет вот этой отношений заветно, о чем нам говорил, учитель, благое наш, да, что надо именно в заветных отношениях, когда ты есть, вот это у тебя проявляется. И мы видим другую картину, церкви Божьей, да, много людей, и они тоже сидят, и Иисус жалился над ним, потому что они, как овцы, рассеянные, не имеющие пасты, годами могут ходить в церковь. Есть много, что они знают все, вот что, но они такие же несчастные, как и те, которые не знают Бога. Люди уже годами, которые в церкви, они не имеют пасторок, они не имеют этой системы навигации. То есть некоторые закрылись для пасторства, да, некоторые закрылись, вот не согласились с Богом, вот на это ученичество, о котором нам сейчас говорится, да, что вот видение Божие, они вне церкви, могут они прийти послушать, покритиковать, да, они все знают, но счастья вот этого нет. 1 Иоанна 2, 27, написано, что помазание, вас нет нужды, чтобы у вас учил, да, там и высветилось, да, чтобы нет. Но с ее помазанием оно учит вас, не знаю, как в контексте там говорится, потому что мы сейчас при высоких, как бы, людях сидим, много молило, можно сказать. Московский Деологический Институт, это серьезное, ну, мы вас просто будем над вами теперь подшучивать. Вы человек Божий, я говорю, ничего, там одним сзади сидит, богословно. Бог говорит, богов много, а слов мало. Я мысли подтвердил, господи, помилуй меня. Сейчас, 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 о чем мне говорится? Массажер. А, да, некоторые говорят, ну, некоторые говорят, что зачем мне пастор, да, я читаю Библию, я могу дома почитать Библию, в тайной комнате помолиться. Вот Шегловского книгу принял, не так поняли, люди прочитали, вышли из церкви, не перестали ходить. Типа, вот вы на первом этаже, а я вот тут духовный, вне общины, вне собрания, вне общения святого, там, поклонялись Богу, и многие-то попадали. А ты, кто неправильно это понял, семинар, он еще в ущерб пошел, люди, как бы, в церковь перестали ходить. Не нужен мне пастор. Но для чего помазание, оно учит нас? Для чего нужен пастор, учитель, вот все, вот мы друг к другу, чтобы мы могли помочь вам или мне сейчас помогать, понимать помазание, которое есть, и повиноваться ему. Просто надо повиноваться помазанию. А вот эти дары и богословские книжки, они помогают, ну, именно в общине, да, ты можешь без церкви, без общины, без вселенской, без поместной церкви, да, то все равно Бог тебя поместит в поместную церковь, без поместной церкви ты не состоишься именно в той судьбе, которая для тебя, да, ты спасешься, да, ты на 50%, на 30%, на 20%, там, будешь счастлив, там, в браке, там, в каких-то делах, там, все, но это будет мимо, мимо кассы, как говорят. Но если ты понимаешь свое помазание, и оно активируется здесь. И вот так, вот есть различные дары, вот, у брата Егора Владимировича, да, его же дар не только для поместной церкви, его дар для всей российской церкви. Есть такое служение, которое не предназначено именно только для одной церкви. И вот, вот Алексей Павлович у нас, да, он едет, и у него там так, ну, все начинает полыхать. Я тут людей тушил, помните, взял, выхвал, давайте так, ступим, бельминец, короче, да. Вы видели, как дар проявился, да, я ехал с ним в этом, в купе, он, это, мы вдвоем, туда и назад, никого не было. Он там телефон что-то прорывал, думаю, вообще, выходит, как начал, ну, вы помните, да. Вот это да, и нам нравится на конференциях вот именно вот это пророческое слово, которое действительно нас меняет, ну, оно как бы вектор задает. Но если жить только вот этим пророческим словом, люди ездят по конференции, ну, да тут вот там не коснулось, пророческое слово есть, но дальше идет дар учителя, чтобы тебя, как бы, ну, в рамке простая, как сказали, ну, чтобы не был уйти в параллельной реальности. Потому что есть дар учительный, чтобы ты понял свое откровение и правильно применил. Потому что ты в религиозном экстазе там каком-то, ты можешь тоже наломать дробь. Поэтому апостолы, пастыри, евангелисты, пороки, так одному дар служения, вспоможения, дар гостеприимства, дар даятеля. Даятель, я вот буду миллионером, я буду раздавать деньги. А дар даятеля это что? Это когда есть дар, который может у вас произойти, по-моему, я говорил, да? Когда там тебе, ну, там, охота кому-то, две конфетки ты одну отдаешь, вот тебе носочки, вот тебе так крючочки, всегда делишься где, это дар у тебя какой. Тебе, ты наслаждаешься, то, что ты даешь кому-то что-то. Вот. И 1 Коринфянам 14.4, кто молится, как там сказано, кто молится на языках, да, на ином языке, да, тот назидает себя. Вот моя, вот я читаю Писание, получаю, но в основном моя, как бы, вот эта зарядка идет, молитва на иных языках. Я очень, ну, стараюсь как можно больше молиться на языках. Это есть, ну, как бы, проявление самого моего духа, моей сути, да. И когда я молюсь на языках громко, это показатель моей веры, что я верю не только в Бога, я верю в себя, в Боге. Я верю в себя, в Боге. Я размышляю не только о Боге, я размышляю о себе в Боге, да. И вот когда вот я вот сейчас, ну, размышляю, то, что я вот случайно в сумму, это же не случайно я попал, да. Раз, два, тут как-то все, тут там Валентин приезжал, люди такие серьезные, сейчас учитель серьезный, да, который я уже там, ну, получил очень много. Поэтому очень важно находиться в этом сумме, аминь. Вот подключены, твоя задача быть с головой, все правильно, подключены быть, да. К сожалению, есть имитация, в итоге, да, мы видим одну картину, и люди, которые несчастливы в Боге, они не подключены просто, да. Им не надо пастор, им не надо церковь, их сердца закрыты, и поэтому есть проблемы. И еще есть такое, что именно вот это помазание, жизнь в духе, в церкви, вот эту любовь, о которой нам говорят, ну, что людей впечатляет? Вот это проявленное присутствие Божия, которое побуждает нас в любви общаться, да, с Богом, с сыном его, отцом, с сыном, и с друг другом в любви, людей это тянет. Но, кстати, когда нет вот этого помазания, когда этого нету любви, или оно было, и люди его перестают понимать, ценить, размышлять о нем, приходит, вместо невесты Иисуса Христа, приходит религиозная организация, да. Когда мы все делаем, мы становимся просто, и многие церкви превратились в клуб веселых и находчивых, добрых людей, делают какие-то вещи, да, там надо голодных кормить, надо дом молитвы строить, и все в этом погрязли, и уже вот этой вертикали, о которой он говорит, духовного роста нету. Мы начинаем распыляться на горизонталь. Вроде как все есть. Духовность проявляется в том, чтобы ты делал то, что тебе Бог сказал, а не то, что тебе диктует мода, там, или еще что-то, да. И проблема в том, что некоторые люди призваны быть пасторами, а они хотят быть бизнесменами, идут в бизнес. Некоторые идут в бизнес, хотя они, или наоборот, некоторые пасторы, да, пытаются что-то в церкви делать, учителями, но они на то не призваны. Есть вспомогательные вещи, да, много сейчас в больших церквях звукооператоры, это самый главный человек в большой церкви. Сейчас чуть-чуть сбили, там все, это как бы... У нас есть в церкви, у нас медиаслужение, телеканал там показывают, в ютубе программы, все. Все надо, вот конференцию делать. Пока делают молодежь, вот у нас там, поделюсь с вами, молодежь делала конференцию, там переругала. У нас две площадки, один дом молитвый, другой. Ну, и они там раз в месяц собираются. Одна церковь, просто в разных частях города. Переругались. Вроде сделали хорошее дело, но это так сделали, что тошно потом друг к другу стало. Пыль есть в глаза, но это уже нет, уже администрация, как бы вот эти вещи вспомогательные. Иногда мы вспомогательные вещи ставим во главу, а главные вещи, поклонение, общение, молитвы с церквями, слово на второй план. На второй план. Притчи 30, 21, да, мы знаем, да, отчего трясется земля. Так написано? Когда служанка занимает место госпожи своей. Есть вещи, которые вспомогательные для нас, да, какие-то вещи церковные, да, мы можем выезды делать, там, лагеря какие-то для детей, там, все. Но самая главная наша вещь, это вот этот, наверное, слава Богу, теперь у меня пазл еще один стал, что такое великое, не поручение, а великое повеление Иисуса Христа. Вот если мы вот это забываем, а начинаем это на второй план ставить, и делать то, что как бы, ну, свою религиозную совесть можно этими вещами заглушить, да, ну, я же что-то делаю, да, можно пыль там в глаза друг другу пустить, сделать имитацию бурной деятельности, пастор тебя похвалит. Ну, мы иногда можем делать все, но не главное. Тебе Бог сказал вот это делать, ты делаешь все, а это не делаешь. И в глазах Бога ты, ну, не исполняешь воли Божьей. У Авраама были такие проблемы, у него дом начало потряхивать, когда Агарь, она, помните, когда у Авраама, да, не было, он, сразу так скажу, Авраам, Бог ничего не обещал Аврааму, вообще ничего Аврааму не обещал. Это тоже, ну, вот я после конференции с Максимом Юрьевичем вот об этих откровениях размышлял, Бог ничего не обещал, ну, от него тоже вот этот звук Х, помните, я объяснял, Авраам, да, то есть Бог ничего не обещал Аврааму с буквой, просто с одной буквой А, Авраам. Потому что Авраам, это человек, который переживает Бога, как спаситель, да. Вот есть люди, вот спастись, вот спастись, вот я спасу, есть люди, которые переживают Иисуса, как Господина уже, да, крещение, воля там начинают, а есть люди, которые переживают Бога, как помазание, спасение, Господь, и потом идет помазание. Когда ты начинаешь повиноваться, стараться воле Божьей, признаешь вот это великое повеление, и как нам говорили, что научающая благодать, она сходит на нас, ну, Бог видит, если у тебя есть желание, переходит вот это помазание. И вот Богу, Аврааму с одной буквы Бог ничего не обещал. Пока ты не включишься в это зумка, пока ты не начнешь размышлять об этом помазании, а я тебе советую больше молиться на языках, чем ты больше молишься на языках, тем больше движений. Круг жизни воспаляется, да. Иногда язык может воспаляться от гиены, да, и воспаляется круг жизни, все плохо, все пропало, там, и все. Или когда ты молишься на языках, у тебя духа будет. Ну, это мое откровение личное, там, ну, не знаю, как это тоже получилось, что есть вещи, которые можно в общинах проповедовать, но если на уровне, там, теологии, там, с кем-то, там, с мусульманами, там, или размышлять, некоторые тексты мы не имеем, ну, как бы, мы можем не приводить в пример, а другие лучше верить. Ну, я верю, что, как Павел сказал, впрочем, не я говорю, но Господь, а я думаю, что я имею Духа Божий. То есть я внутри чувствую, что это откровение мое, я и пытаюсь, призываю всех как можно чаще и громче молиться на иных языках. Аминь. Аминь. Вот, и когда ты молишься кружить, ты начинаешь себя понимать, мысли какие-то, и все. Вот, и вот это и есть Авраам, когда ты включен, Дух крещен в тело, ты получаешься с буквой Авраам, ну, с два, А, да? И получается, у тебя есть А, уже плод. Если Авраам и Сара, это ноль получается. Авраам с одной А, и Сара с одной А, с одной Р, да, да? Плода никакого. Они пытались что-то там делать, пытались что-то делать, ноль. Ты, говорит, там в соцсетях, что это, типа анекдоты, или что-то, ты, говорит, ты, ну, тебя плохой, у тебя семьи нет, ума нет, денег нет, бизнеса нет. Ну, говорит, не переживай, а, не то, что не переживай, ну, ты не один, в смысле цифр, ты ноль. Это такая страж, такая грозная, такая шутка неприятная. Ты ноль просто, потому что ты не включен. Да, ты спасен, да, ты Библию знаешь, но ты ничем не отличаешься от этих людей, которые не имеющие пастора, не имеющие навигации. Потом люди пытаются вот этими добрыми делами, как-то себя заниматься тем, ничем, не тем, что Бог на них призвал. Получается, Авраам и Агарь, получается, Измаил, да, а он, как дикий осел, все против него, он против всех. Он создал там какую-то там, решил создать что-то там, грубо прославление, вроде создал, но все, ты ругаешься, от этой грубо прославлений тошно только всем. Да, вроде как бы на картинке все хорошо, или домашнюю группу приходишь, со своими откровениями, там я вас научу, я там Лукьянова послушал, я там Толло послушал, Ольгу Голику, я тут сейчас буду мир менять на моими молитвами. Все, и куда-то все, ну, девается, как бы, это, вот. но когда Авраам с одной, с двумя А, и Сара, с двумя А, да, получается, Исар, получается, плод, получается счастье, восторг, жизнь, и это же надо же, или как, это место Божьей славы. Мы размышляли с Максимом, никогда, последний, Юрьичем, в последний раз приезжал, есть люди, которые были, и они, ну, их не стало здесь, не потому, что они плохие, потому что есть люди, которые призваны для другого места, да, Бог их временно использовал, да, они послужили своим даром, но есть место, куда они идут, где они, ну, окажутся в своей тарелке, в своем призвании, и там они распакуются, ну, то есть место, да, вот это, вот, и они пришли и ушли, да, но есть люди, которые созданы, ну, как призванный для этого места. И вот я там везде был, но почему-то вот в Самару я приезжаю, мне здесь настолько нравится, я получаю бодрость. Ну, я там должен много учить. Крестю я там людей, похороны. 23 февраля мне звонят похороны проведать. Поехал, быстро проповедовал. В колонии, слава богу, запускают. И строгий режим, и особый. Но мне надо тоже получать где-то что-то. Есть у нас люди, Алексей Павлович, там всему. Но вот здесь почему-то я как-то вот базовые откровения годовые, я вот здесь получаю. Уже у меня есть как бы вот пазл, так что слава богу. Оставайся в пазл. Нет. И другим городам я должен проповедовать. Я должен возвращаться. Крестцов цене всего два года. Да. Вот. И поэтому, вот с одним из откровений, которые я уехал, когда Игорь проповедовал, Экклесиаз 10.7. Видел я рабов на конях и князей ходящих пешком. Вон, где доедет, движется, да, Экклесиаз 10.7, да? Просто когда я увидел проявленный дар, человек просто ходит, не фраз, но человек. Ну, когда он начал, ну, просто я был впечатлен. Вот сегодня мы впечатлены были от брата, там, в прошлый раз еще одного. Я был впечатлен первый раз там в машину, сел к Максиму, а прошлый Игорь Иванович там, прямо выдавал там вообще, я был в восторге. Ну, прям, знаете, дух ликовал. И есть люди в церкви, да, которые как бы не на виду. Есть люди на виду. И, к сожалению, когда церковь вот эта, перестает быть в помазании любви, она превращается в религиозную организацию. И там, к сожалению, вот этот дух Вавилона приходит. Соревнования у нас лучше, а я лучше проповедую. Плеснуть знаниями, чешуей плеснуть, там, у кого-то поумничать, да? И есть люди, которые занимают, а не здесь, а как это там, в других странах. Да, даже не в России, даже не в Украине, а вообще-то в любом. Есть люди, которые их церковный статус не соответствует их духовному статусу. И это видно. человек выходит, изображает себя помазанником Божьего человека, но видно, что это раб просто на коне. А есть люди, которые, ну, это мое понимание, не знаю. А есть люди, которые баба Дуся какая-нибудь сидит в церкви на последнем ряду. И она столько для Бога делает. И сестры, Бог вас видит. Видит, когда вы проповедуете, когда вы не проходите мимо того, сколько выложите гостеприимства, там, кому-то денег дали, за кого-то помолились, кого-то в римцентр отправили, посты, молитвы и все такое. Есть люди, которые князя, ходящие песком. Они не на виду, но они есть. Это люди, которые живут по духу. Невеста Иисуса Христа. Вот. И мы должны понимать, и мы понимаем, ну, мы должны понимать, что мы именно, как сказать, коллектив Иисус. Иоанн спросил, ты ли ожидать нам другого? Он ответил. Луки, по-моему, 7-22, говорит, слепые прозревают, да? Ну, то есть чудеса происходят и блаженный, кто не соблазнится в мир. Нет. Иногда мы думаем, в нашей церкви особо ничего не происходит. В моей жизни не происходит. Я никого не воскресил, я никого не исцелил, но твой дар послужил тому человеку, который начал понимать свое помазание, и он пошел исцелить человека. И по всему лицу земли, по Самаре, и мы видим это в интернете, и свидетельствуем друг друга, что слепые прозревают, хромые исцеляются, восстанавливают. Люди, не имеющие пастора, без системы навигации, наркоманы пасторами становятся, да? Разбитые семьи становятся счастливыми, да? Просто приходит вот это спасение, приходит помазание, научающее благодать. Матфеев, 18 глава, 19-20. Пока мы здесь остановимся, Матфеев, ну, коллективный Иисус, вот добрый Самарянин, это тоже, да, можно сказать, про образ коллективного Иисуса, церковь. Самарянин ушел, он помог, он, во-первых, обратил внимание на человека, он его взял, у него были деньги, что немаловажно, он его в гостинице, он сказал, если что-то потратить, там, я приду, еще заплачу. То есть, я сам не могу помочь человеку, мое дело сказать Евангелие и перенаправить в Ревцентр. Вот у нас есть даже дядя Коля, он в Хариве был, сейчас, может, пять вернется, но он все равно под подпечением, этот человек уже, ну, и мы его, как бы, служим, и вы же ему служите, да. То есть, мы, как коллективный Иисус, а это и есть идея Бога, крещение в одно тело, поместная церковь, да, мы можем служить этому миру, да, и я одним даром своим не могу. Я могу попроповедовать, но денег у меня мало, да, чтобы помочь, и домой я к себе его не позову, у меня нету, где его... Но есть люди, которым Бог дал и бизнес, и дал инфраструктуру, да, где он может, как бы, ну, позаботиться о людях. Матфея 18 глава, 19-20, так, сейчас, сейчас. Матфея. Известное местописание. Я теперь уже не рискну, так, после, так, как нам объяснили, с дейпричастями греческими, я в рамках синодального первого. Я, тем более, не греческие, и дейпричастями не арамейские. Вот как читал, так и смотрите, смотрите, Матфея 18 глава, как я сказал, 18-й, а, 19-20, известно, да? Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца моего небесного. И эти громкие слова, да, часто. Ибо где двое и трое собраны во имя мое, я, где двое и трое собраны во имя мое, там я посреди них. И мы говорим всегда, вот мы собрались, нас здесь двое, и Христос с нами, да? Христос с нами, да? И Отцы Церкви, да, приветствуют. Христос посреди нас, да? Был, есть, во веки веков. Ну, смотрите, я так, ну, смотрите, вот, если выше читать, где двое, если из вас согласятся люди, во-первых, чтобы Христос был посреди нас, надо согласиться в чем? То есть есть какое-то единственное. Ну, вот это, наверное, зум. Вот это вот, как Павел сказал, да, как сегодня был сказал, Христос в нас, уповаясь в славу. Я согласился, чтобы Христос был во мне, я живу этим великим поручением, и есть попутчики, которые вокруг нас. И когда есть попутчики, это дело усилится, кровь Христа нас очищает. И смотрите, и не то, что когда двое лет собраны, Иисус сказал, я сделаю это. Он сказал, что Отец видящий, ну, если видит согласие, то есть, если, ну, можно прочее сказать, Отец не посмотрит, и видит общество людей. И если посредине их есть Христос, то Отец сделает это. Ну, ради Христа, да. То есть, если есть люди, то помазание там есть. Не сам Иисус сделает, а Отец сделает. Поэтому нам, во-первых, надо согласиться, согласиться, поверить, во-первых, сказать ей Господи, как вас учил пастор, да, ей Господи, да будьте пословом. Будем молиться, чтобы понимать свое помазание, да, размышлять о себе в Боге, и о братье и сестре, которые рядом с тобой, от них тоже надо. Ну, мы когда скушаем в вечере, да, размышляя о теле Господне, не только о рано Христа, мы должны размышлять о Церкви Божьей, да, чтобы мы друг другу, мы нужны друг другу, мы теперь друзья, Бог нас здесь не собрал, не зря, зря, ну, чтобы мы не пели просто, чтобы когда мы собрались, это не было дежурной. Христос посреди нас. Христос посреди нас, если мы согласились быть в одной теле, если, как Руф сказала, этот народ твой будет моим народом, куда ты, туда я, если ты понимаешь, что это здесь твое место, здесь помазание, которое есть, и ты включаешься здесь, вот тогда мы сделаем больше, да, мы тогда увидим, мы станем вот этим не коллективным Бэйдоном, да, который там, а коллективным Иисусом Христом. Есть, ладно, это я буду сокращать, я хотел про фарисеев сказать, которые там делали учеников, еще хуже себя, но Бог с ним, мы не с таким, да, вот, Бог нас крестил в тело, да, и мы должны быть в теле, пока ты не в теле, ты будешь без системы навигации, когда ты в теле, когда ты размышляешься, и вот смотрите, исход третья глава, исход третья глава, мы читали, что Иисус сказал, я вижу страдания народа моего, да, и я иду, он сказал, да, спасти людей, а 10 стих, исход 3.10, говорится, что там, говорится, да, я иду, это что значит? ты иди, да, там написано так 3.10, немножко неудобно, исход 3.10, нет, так написано? Как? А, да, пойди, то есть, вроде, ну, Моисей, вроде, как бы ты идешь, а я тут, Бог говорит, я иду, но ты, это значит, ты, если ты со мной в заветных отношениях, если ты тело Христово, если ты принял Христа, то вот это великое поручение, которое нам так, очень, очень, ну, растолковали сегодня, я благодарю Бога за это, то есть, каждый из нас, ну, куда ты идешь, туда идет Бог, к этим сострадающим людям, которые не имеют системы навигации, не просто поделиться информацией, как вы сейчас говорили, не просто их крестить, а научить до конца вложиться, что значит быть в теле Христовом, что такое Христос, помазанник, чтобы помочь им понять себя в Боге, и, наверное, на этом я закончу.